16 марта свои дорожные карты представили Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Первым о достигнутых результатах и планируемых мероприятиях рассказал директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Шелкунов. Рассказав о структуре количестве научно-педагогических работников и обучающихся, он остановился на ключевых показателях, которые необходимо выполнить их подразделению. Последние три года единственный институт, который демонстрирует такую динамику в отношении участия ППК в контексте своих коллег по блоку, это наш институт, и динамика впечатляет. С предпоследнего места в 2015 году до второго места в прошлом году мы считаем, что также вносим существенный вклад и в продвижение федерального университета по глобальным рейтингам, в частности, в рейтингах КУЭС, гуманитарной науки и искусства, университетский рейтинг, и, конечно, в рейтинге ТЭЧ, социальной науки. Вторым выступил директор института международных отношений истории и востоковедения КФУ, который большое внимание уделил образовательной и научной деятельности, которая проводится совместно с ведущими исследовательскими центрами. Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие» вносит свой достойный вклад в продвижение КФУ по направлению археология. Здесь же рядом с ним и два центра, которые также развернуты у нас, они лингвистические. Центр развития компетенции «Универсом плюс» с 3 миллионов рублей за 2 года достигли размера образовательных услуг до 20 миллионов. Мы хотим, чтобы в своей работе он сделал упор в том числе и на предоставление онлайн-услуг. В 2017 году КФУ удалось войти в число 100 лучших университетов Европы в области археологии, в мировом рейтинге лучших университетов мира КУЭС. Именно эти два института представлены в рейтинге КУЭС и находятся на высоких позициях, приближенных к сотне. Ксения Сурова, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.